Привет, друзья! Посылочка у нас из... Так, вот тут что-то разорвал неудачно. Получается, что-то там. Парам-пам-пам. Саха-Якутия. Но там еще что-то спереди подписано. Так, неважно. В общем, дальние дали пришло почтой. Да, одним глазком я глянул на весь этот сатанизм. И мне чем стала интересна история. Как обычно, да, я показываю, восстанавливаю в эталон. С высшими деталями. Все это вы видели неоднократно. А здесь, чем меня заинтересовало, человек, да, надыбал свои детали. Я одним глазом глянул этот сатанизм. Ну и вот это у нас будет интересно посмотреть. То есть, да, тут человек сам нашел детали. Корпус и получается экран. И вот это все дело из мешочка. Будем собирать, приводить в порядок. Да, что-то, кстати говоря, там какая-то мутная история, что то ли там человек купил детали, обратился куда-то в сервис. Ему там что-то там все разобрали. Три дня что-то там моросили. Отказали. При всем при том, что коробка какая-то мастер мобайл. Ну и вот это все как-то не растет. Но общий смысл вот этого всего я уже обозначил. Игорь. Так, да, великолепная у нас компактная плата. Буква ИГ лежит отдельно. Так, покривленная батарейка, но вроде бы целая. Тоже отдельно, окей. Выстрих пих. Вот это крайне вообще не круто. Но скорее всего это неродный комплекс датчиков. С чем не круто? Это не круто его класть вот так в полиэтилен. Он от статики очень любит умирать. Да, здесь АШ-2. То есть скорее всего родной нерабочий. И отдельно заказан с наклейкой. Да, китайский шмайский. Так, да, вот это классика вообще Игорьков. Это в мешочке детали. Это тот самый момент, когда Игорек понял, что все, он тут уже не вывезет. Все, что есть, какие мешочки. Туда это дело упаковывается и на сторону отдается. Да, это когда Игорек сначала поверил в себя, а потом отказался. Ну, еще раз, ребята, я не знаю, здесь до конца вообще путей и вообще сторон. Но вся, общий смысл это вот этого вот. Общий смысл это понять можно. Что когда люди берутся, потом по какой-то причине сливаются, отказываются. Ну и вот это сейчас попытаемся все разобрать. Так, беспроводка. Немножко варварски по корявому снято. Но вроде бы целая, окей. Ух, кстати, уже предвижу, что тут магнитов у нас нету в корпусе. А где они остались? Как бы мне не посануть тут честно? Потому что я уже вижу наперед, какие тут могут быть у меня вообще моменты. Как бы не пошутнулась вера моя. Так, и здесь магнитов нету. И на беспроводке магнитов нету. И в новом корпусе магнитов нету. Это вот тот момент, где я могу посануть и ниоткуда их не буду доставать. Потому что, блин. Да, это та самая штука, которую я показывал и увидел неоднократно. Это тот самый броденький корпус, который я применяю, да, на все модели у нас есть. И здесь, конечно, вся эта требуха уже установлена. Более того, все-все-все, все решетки, каналы, крепежки, все-все-все здесь есть. Не только по-простому, да, перенос шлифов вообще без проблем. А вот этот вот констракшн. Блин, да, он, конечно же, даже цветом отличается. Уже вижу, блин, на вскидку, да, что вот эти вот китайские глазочки. В оригинале они прямо черные, монолитные, когда камера стоит с обратной стороны. Здесь прям китайщина-китайщина отдает. Так, ну ладно, здесь у нас задача обозначена. Обозначено владельцам собрать всю вот эту требуху. Да, смотрю, уродная. Здесь ничего не оставлено вроде как. Соответственно, это и в сторону. Блин, зачем тут так загнули-то? Что же делали тут такое? И куда магниты дели? Да, прислал человек демократичную копию экрана. И я, кстати говоря, сразу же вообще посмотрел и обратил внимание, что вот это тот самый случай, когда я рассказывал, что есть, да, когда востребованный продукт и вроде бы известный раскрученный бренд. И вот китайцы палят сами своих же братьев. Блин, не знаю, как это назвать вообще. Да, что подделывают копию, делают копию копии. Блин, как сертификат сертификата. Да, и вот это та самая история, когда вот этот бренд GX, который мы, в принципе, от себя предлагаем, ну, который в оригинале очень хороший продукт, демократично недорогой. И вот я специально, да, достал. Да, кстати, упаковку можно еще посмотреть, посравнивать. Ну да, здесь что-то понаклеено, вроде бы, да, так не особо отличимо, хотя принты вот разные здесь вот так вот, здесь вот так. Здесь просто монолитно. Ну и самое главное, здесь даже видно невооруженным глазом качество исполнения вообще и шлифов и всего прочего. Вот здесь вот так вот прямо он отторгается. Наш, естественно, ровненько лежит. Все вообще, здесь есть маркировочки, QR-ы. Сами микросхемки ровные, здесь какие-то сатанские. Здесь, да, маркировки выжжены лазером. Видно, что здесь как-то более такой крупный шрифт, здесь поменьше. Ну и сам QR-код, он общепринятый, квадратный. Здесь какой-то прямоугольник непонятно. Ну и вот это та самая история. Я не знаю, что до конца как это будет жить, служить, но это, блин, подделка на копию. Да, и это опять же та самая история, когда ты хочешь сэкономить, ты ищешь, вроде бы, да, там что-то смотришь. Тут GX и там GX, а тут дешевле вон на сколько. А да давай-ка я зачем, а я возьму вот этот. Но вот это, как правило, пустая трата денежных средств. Так, экран в этой всей истории мы в последнюю очередь подключим, посмотрим. Все-таки, да, я буду стараться это собрать, перевести в порядок с экраном потом. Так, вот так, вот так. Вот это сюда. Дырой вверх. Так, мешки сюда. Без проводка сюда. Так, ну и нету, да, у меня все-таки понимания до конца, что остановило людей в сборе этой конструкции. А то не магниты-то нашлись, ёпт моё. Нет, я при всем желании их не раскладу сюда никак. Это я точно, я вот перед этим пасую сто процентов. Ну, человек, да, не согласен, видимо, платить за нормальный корпус. В принципе, о чем было договорено сразу, что собираем на его базе. Но по магнитам я пасую. Вот эту мозаику я не соберу, я честно говорю. Я не знал, что такое придёт. Я, возможно, это не обозначил человеку, но тут я по-честному пас. Не столь критично это будет, ну, всё-таки функционал. Вернее, не будет его. Я думаю, что так можно будет пользоваться при всём, при том, что это вообще просто какая-то дешманская хрень. Так, ребята, я по-честному смотрю на всё это и улыбаюсь вообще в полный, полный рост. Даже вот так вот, да. В оригинале, кстати говоря, вот так вот не будет. Вот я даже могу продемонстрировать. Блин, ладно. Короче, когда вставляешь камеру, она на неких таких защёлках идёт, и она там как бы уже некий такой физический стабилизатор, то есть она подвешена в воздухе. Тут я перевернул, и она, блин, выпадает. Конечно, так не должно быть. Так, ладно, её в сторону. Хотя я как раз-таки хотел показать, как это выглядит по-страшному. Блинский блин, вот эта китайщина сразу же, сразу же, вот это вот и бросается в глаза. Это та самая история, про которую не сказать вот этот чистый глазок и чёткий щелчок, потому что здесь наверняка вот этого всего невозможно будет добиться. Так, ну будем стараться по-честному, как есть. Так, это в сторону. Почистим, да, прочистим эти глазки. Они, блин, невероятно грязные. Так, лишь бы не отвалились. Ну и что здесь могло пойти не так у людей? Давайте, да, изымим разъём, потому что важно его правильно установить. Ну и всё на места закрутить. Да, адский сатанизм, вот это вот есть. Воплоти. Так, сначала разберу до конца, и потом всё дело, каждую детальку пересоберу. Да, вот она та самая ещё штука, та история. Это когда окошко лидара, оно имеет правильный, должно иметь правильный прокрас. И в оригинале это либо такой фиолетовый, либо красный оттенок. Здесь, в сатанском исполнении, ну да, китайцы смотрят такие, какой он должен быть? Чёрный, правильно, они нахерачили чёрным. Всё просто. Да, та самая история какая-то называется, блин, как поправильно ему это сказать? Это аудиоизоляция всех каналов, микрофонов, она должна быть правильно сделана. То есть нельзя так просто взять и приложить его просто к стеклянной поверхности задней, дырочкой в дырочке, это не будет работать. Вернее, это будет работать, но неправильно. Да, постараюсь это всё привести в порядок, но и тут, наверное, пожалуй, что на ускоренке. Блин, какой-то он кажется тонкий. По сравнению с нашим родным. Да, не те и не там винты закручены. Вот это тоже мне всегда трудно было понять, зачем, да, многие мастера, знаете, бывают, что когда делают подобную работу, раскладывают всё вообще просто, да. Просто весь телефон раскладывают, а потом начинают собирать. Блин, тут что-нибудь может произойти не так, там что-то взбилось, смахнул, там всё перепуталось, и потом ты как бы вот в этой ситуации находишься, когда тебе из кучи реально приходится вот это дело собирать. Проще это всегда та самая процедура, которую я обозначал давно, она называется «снял-поставил». То есть это по модульной элементы переносятся, винты не теряются. Тут вот эти, они вообще не отсюда. Да, просто приложен микрофон, причём и канал отвален, и сам микрофон, и канал ещё и поведён, видимо, вот этой температурой снимали. Блин, а малина. Да, видимо, родной, но он поведённый. Так, он сюда не пригоден будет. Найдём новый. Да, пригодились мои плюшкинские мешочные технологии, когда я, знаете, всякие излишние детали всегда собираю в мешочек. У меня как раз-таки тут есть родненькие каналчики. Я знал, я ждал, я дождался. Как раз для этого случая. Так, есть окей, то, что нужно. Здесь и с проклейкой для микрофона. Так, ну визуально вроде бы окей. Устанавливаем. Так, да, тот самый момент, когда мне потребуются все винты. Так, лишние мешочки долой. Мой любимый пистолетик пю-пю в этой линейке. Так, два длинных торцевых. Так, бочки сюда. Ещё две бочки по краям. Так, не хватает бочек. Добавляем. Так, вроде как низ готов. Ну да, окей. И, ребята, да, я что-то подумал. Давайте-ка мы промежуточно подкинем плату. Вообще посмотрим, жива ли она. Есть ли вообще признак жизни. Хотя вроде как говорили, что да, есть. Ну и вообще поймём, да, целесообразность дальнейших вообще вот этих колупаний. Да, в таком видео у меня уже есть то, что мне необходимо будет для старта устройства. Это разъём зарядки. Батарейка. Сейчас чекнем. Так, подделка на подделку. Так, есть. Вроде бы законнектил всё, что нужно. Поддаём питалово. Красная стрелочка. Яблочко. Включается. Так, есть. Окей загрузился. На пароле у нас аппарат. Проверим, что возможно на заблокированном устройстве. Базовый функционал. Блин, рамки точно шире, чем на нашем экране. Сто процентов. Прям как какой-то XR. Ну да, непонятно, то ли висит, то ли что. Возможно, потому что у нас ещё не всё подсобрано. В принципе, да, работает что-то. Есть какой-то признак жизни. Давайте это соберёте. Ах, тарахпах, ничего себе. Да, вот это та самая штука. Почему висела? У нас идёт неисправность по самой плате. И сообщение о том, что айфон не может совершать сотовые вызовы. Да, это, конечно, развал по самой плате. Поэтому на 112 висит всё-таки. Так, ну и вот тут уже можно на самом деле останавливаться и дальше не колупаться. И обозначить это дело владельцу. Потому что история по восстановлению платы, это отдельная вообще тема. Которая, блин, при прочих равных может быть нецелесообразна. Ну да, висит он всё-таки. И плюс вот такой вот месседж. Так, фото владельцу. Ну и тут посмотрим, что кого. Так, да, ребят, новые вводные данные. Кина не будет. И три часа кончилась. Ну да, в том плане, что всё-таки с подобной проблемой понятно, что это не новость. И такой ремонт мы показывали, да, в наших видео ранее. То есть вообще, да, когда это устройство было прямо флагман-флагман, это имело смысл бы делать поднимать. Сейчас, конечно, по математике работа по плате, это инженерная работа, в принципе, самое дорогое, что есть в нашей сфере. Трудозатратная вещь такая, не каждый это сделает. Здесь при всём, при прочих равных, конечно, не имеет смысла вкладываться. Плюс это будет нестабильность ещё вот с таким вот китайским исполнением. Именно это я и объяснил всё владельцу. Но договорились всё-таки на такой вещи, что сделаем, как правило, Wi-Fi в таком виде работает. Да, сотовая связь и Wi-Fi это разные вещи. И в данном виде телефончик, ну, будет, не знаю, как фотоаппарат ребёночку на игрушке. Да, неплохой вариант, тем более, что владелец уже вложился вот в эти вот какашечные вообще запчасти. Кстати говоря, он скинул, сколько это было по стоимости. Блин, я не буду ничего говорить по этому поводу. Даже не буду обозначать цены. Но это немногим на самом деле дешевле, нежели наши. Это лунная. Да, это вот такой вещь, что блинский блин. Вот человек вроде бы знал, куда обратиться после, да, но не знал, где посмотреть до. Это я про то, что у нас можно было это всё дело посмотреть, да и изначально, в принципе, обратиться. Ну, не знаю, такой момент, может быть, осознал после. Так, да, всё приводим в порядок, в необходимое, но достаточное состояние для фотоаппаратных технологий. Ну и постараемся, да. Так, окей, врубаем. Продолжаем собирать. Да, экран адский лютоган. Блин, хочу подключить вот нашу копию. Что-то мне рамки кажутся толстенными. Я на самом деле, по-честному, редко ставлю вот такие экраны, всё больше оригинал. Ну, потому что сейчас цена оригинального экрана, она очень вообще доступной стала. И, блин, вот эти вот копии я давненько уже, честно сказать, не наблюдал, не смотрел. Но вот на этом что-то прям рамки широченные. Хочу посмотреть на нашем. А, так, ёлки-палки, здесь и видно на погашенном. И да, это толще в два раза, вот на этой вот копии-копии. Вот так вот видно. Да, толстенный прям по низу подбородок. Да и вообще по всем, по всем краям. Ну, то есть это просто, блин, я не знаю, реальная подделка. Да, GX, GX, рознь, это я говорил вообще всегда, в принципе, со времён, с тех времён, когда нам полюбился, это вообще эта марка. Эти китайские, да, производители, это с тех времён, это было iPhone X. И мы до сих пор, да, используем оригинальный GX, вот для десятки, как демократичную копию. Она очень хорошая. Но и вот многие мастера, наверное, да, всё-таки замечают, что это GX. И по стоимости сильно отличается. И разница всё-таки по качеству, так это вот и есть вот эта вот история. Это паль на, блин, на копию. Невероятно это вообще, вот, блин, как китайозы могут это вообще делать. Это же не просто там, что-то там, блин, какую-то шмотку, какие-то джинсы сделать. Это, блин, технологичное производство. Какое-никакое, но технологичное. А для них это реально сравнимо с джинсами. Да, Китай велик. Ну это да, это опять же та самая история, которую я всегда твержу и говорю, что вот это так как раз-таки вещь, чем мы занимаемся. Это выбираем, выискиваем то самое необходимое и качественное, за умеренную стоимость качества деталей. И предлагаем это от себя. Кто, как не мастер, который работает с этими вещами каждый день, знает, как эта вещь служит в динамике, во времени, может такие вещи понимать на самом деле. И вот тут, да, вот это вот, вот это да, что много-много всяких продавцов деталей, но далеко не все люди, которые занимаются этим, вот так вот глубоко в теме. Понятно, для них это также, блин, те же самые вот эти джинсы, как и все другие, но для нас это абсолютно разные вещи. Вот это полное дно. Так, что-то понесло меня? Делаем. Так, тут у нас Мерседес. Блин, про корпус я вообще не хочу честно говорить, потому что, ну это просто нереальная штука. Это просто кусок металла, кусок стекла, вот просто с какими-то вырезами, с технологическими отверстиями. Вообще, да, ну это совершенно не то. Я не увидел таких штук вообще на самом деле. А вот на эту серию, блин, глазки, показалось, что пластик, но нет. Что-то не то. Да, что-то не то. Так, добудь с ним. Так, 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 так. Так, сюда бочонки. Так, есть один маленький бочонок, второй, видимо, потерян. И это нехорошо. Ну и вот эта история на самом деле таким является показателем, да, то, что многие люди, да, обращаясь вот в эти вот сервис там по ремонту почему-то, на самом деле, ну просто по незнанию не понимают, что такое на самом деле есть качество и как это вообще может, насколько это может по-разному выглядеть. Для них, да, что-то там, я не знаю, какая-нибудь вывеска крупной федеральной сети является основополагающим, что иди туда, там тебе сделают, но как вот это сделают, насколько это может разниться, они просто себе не представляют. Вот это копия копии, а блин, еще сколько всяких разных классификаций есть, это вроде более-менее OLED, там есть еще и TFT-экраны и все вот это дело. И тут, конечно же, да, блин, тебе так накидают там вообще, что ты просто будешь, ну, блин, как минимум быть в неведении, не хочу сказать, что как максимум обманутым, но часто так и бывает. Ко мне пореже попадают вот эти все истории только лишь по той причине, что вот реально у людей, блин, да, у моих людей, ну вот в этом плане есть такая грамотность. А непонятное дело, вот если им такое покажи, да, вот так вот, да, и поглазкаем по всему, они сразу же поймут, что к чему да почему. Ну и, конечно, обращаясь там, они знают, что здесь будет все сделано, это лонно, насколько это возможно. Да, вот такая история, отвык я уже вообще от такого сатанизма ни разу не держал в руках я на 12-ю серию Pro Max, тем более, что такой вообще корпус, я даже не знал, что их выпускают, блин, ну вот реально это есть. И вот, конечно, это деталь, деталь, рознь, как, как сделано, это тоже рознь, вот это все очень большая рознь, все вот эти качества прям градаций невероятное количество. Тебе могут собрать и полную какашку, и полный раздрай, ну а эталонный, это только один всего лишь вариант. И, конечно же, если ты хочешь сделать для себя, для своего дальнейшего пользования, то вариант только один. И на самом деле, я говорю, он немногим дороже, немногим. Так, 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 да-да-да-да-да-да-да, что там, там-там-там. Так, ребят, чудным образом, ну получилось даже в вас создать четкий щелчок. Ну какой-то не такой. Да, ладно, окей, при прочих обстоятельствах это окей. Оторван еще и, блин, где-то вибро-переключатель. И да, конечно же, я не буду вкладываться дополнительными стоимостями здесь, увеличивать стоимость владельцу. Ну, ребеночек поиграет и так. А, ну да, тут уже стоит эта штука, видимо, уже при установке у них что-то пошло не так, я оторвалась. Понятно, понятно, да, как заглушка уже стоит, окей. Громкость работает, и ладно, в мультиках пойдет. Вообще, у ребят была идея действовать по канонам. Чопик, вот чё-чё, чопик перенесли, молодцы. Так, окей, окей, при прочих равных, окей. Так, это что такое? Откуда, блин, это? Не пойму. Пусть пока полежит. Да, мне интересно в конечном итоге, как это все дело защелкнется, закроется, потому как у меня стойкое чувство, что это какая-то более тонкая вообще структура. В плане вот этого, по ширине. Так, продолжаем. Так, что-то основное вроде бы и ок. То, что необходимо. Да, чищу глазки, чтобы фотофрас четко работал. Реально, как моешь окна. Так, да, окна прочистил, более-менее окей. Но, блин, всё равно страшно. Вот эта китайщина, она... Блин, её не передать. Ну да, всё же, чтобы поняли, о чём речь. Вот так вот. Вот оригинал, вот not original. И это всего лишь из-за глазков. Камера сама здесь, конечно же, родная. Ну да, это тот самый момент, вот из чего и состоит Apple Magic. Это вот на самом деле такие, казалось бы, да, что вот это стекло, что оно может дать, а вот так вот даже... Видимо, да, на нём есть какое-то напыление. Видимо, что-то такое, что при совпадании с самим напылением камеры даёт вот этот именно чёрный монолитный оттенок. То есть определённый какой-то, да, то ли антиблик, то ли что там, непонятно. Но вот в этом и есть. Из таких мелочей состоит Apple Magic. Ну да, заморочился с чисткой этих окон, потому как всё кажется, что что-то не то. Но это просто сами такие стекляхи. Уродские. Так, есть окей. Блин, да что же это такое? Я не могу понять реально, откуда эта штука. В принципе, это какая-то графитовая наклейка, какой-то теплоотвод. Только, блин, откуда, от чего, откуда, откуда. Так, окей, ставим плату. Да, ставлю сим-холдер. Сим-холдер, это та штука, которая на этом телефоне более не пригодится. Но пусть будет. Так, вроде всё складывается. Да, TrueDep комплекс поставим родной. Не знаю, в принципе, зачем был куплен этот. Его нельзя-то просто взять и поменять. Единственное, что если только не работала фронтальная камера. Так, так, так. Блин, давайте поставим новый. Раз он был куплен, то зачем-то это было. Так, есть окей, батарейку. Блин, даже честно говоря, жалко использовать, тратиться на оригинальную проклейку для неё. Блин, да ладно. Так, ну на проклейке экрана, сэкономлю. Блин, тут даже, ребята, прижимая батарейку, боишься, что треснет вот эта вот штука. Потому как... Ну там, да, это пустота. То есть здесь проклейка вот этой области стекла. Она наверняка идёт только по кантику. Вся остальная... Это просто вообще пустота. Поэтому здесь вот так вот давить очень опасно. Так, ну прихватил и окей. Собственно, всё нам осталось закрыть этот констракшн. Тут нам добрые люди уже поставили верхний комплекс датчиков. Так, блин, амалина. А перепишем-ка ещё Трутон. А нафига. Просто ради интереса. Ух, 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 не считываю данные. Так, ну тут да, есть какое-то повреждение то ли шлейфа, то ли что. Ну и да ладно, шут с ним. Так, ещё раз давайте стартанём. Control Checking. Да, в данной текущей ситуации это, конечно же, такое себе, но завизировать надо. Так, не включается. Это нормально. Life Indicator. Apple Logo. Да, ребят, я был рад, на самом деле, всё-таки вот это дело сделать, потому что, ну вот, мне такие вещи вообще крайне редко попадаются. Наверняка я уверен, что другие мастера сталкиваются с этим. Может быть, они не предполагают наличие нормальных запчастей и деталей, с которыми приятно работать, и там совершенно другое качество. Но вот это вот, да, вот как бы вот работая вот с нашим магазином продавать на запчасти, я нет-нет, сталкиваюсь вот с таким пониманием и подозрением, что так и есть. Так, окей. Ой, ты, ещё и фонарь не светит. Это нам говорит о том, что у нас фотоаппарат, не фотоаппарат. Ёж ты моё, ребёночек бедненький будет, походу, мучиться и только мультики смотреть. Блин, лишь бы со звуком. Так, да, со звуком у нас оторвано беззвучное. Но это можно в настройках переключить. Блин, я надеюсь, что... А, ну всё, у нас звук есть, да, окей. Так, ладно, хоть не чёрно-белое, ну и на этом окей. Да, 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 ребят, всё, осталось нам закрутить. Несколько винтов и закрываем. Вообще, по-хорошему, конечно, в чём задача сервиса, и изначально вообще вся эта история должна была складываться следующим образом. Человек, обратившись в сервис, мастер должен был понять, что там есть ещё понты по плате, что эти понты беспонтовые для всех участников этой истории, и нужно было обозначить вот эту всю историю. На каком этапе, в какой момент человек врюхался вот это приобретение этих вообще ненужных запчастей, это мусор реальный. Ну, вот это вот непонятно. Вот по-хорошему должно быть так всё. Мастер говорит, что окей, имеет смысл восстановить и восстанавливать сам. Без участия вот этого вот человека, потому что для него, для человека, играет роль только цена. Он не понимает, что может быть за одну и ту же цену и нормальное качество, и хорошее качество, и полное фуфло. Конечно же, он этого не понимает. Блин, его можно понять, человека, как пользователя, ну, просто как обывателя. Так, 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 несёт меня. Если вот что-то чуть-чуть замешкался, всё, несёт. Понесло, понесло, лишь бы не унесло. Если я не прав, напиши мне. Ну, знай, ты огребёшь. Да, прям приращиваю, сопоставляю винты из этой кучи. Эта куча моя. Не дам. Так, пистолет поставил за Гагулину. Тоже ставим. Да, телоскопию долой. И закрывай. Блин, смешно тут протирать и сдувать пылинки, но это просто привычка. Так, и вот тот самый момент, как оно сядет. Блин, ну вроде бы. Нет, ничего нормального. То ли из-за того, что микрухи косо, то ли чё. Не то пальто. Блин, вроде бы защёлкнулся, но при этом при всём он хрустит, как будто он не встал на место. Так, жив ли он после такого массажа? Да. Так, нижний винт на борт. Ну да, вроде вот так поприжимал, вроде бы село на место, даже не выпирает. Но это OLED-овский экран всё-таки какой-никакой. Так, всё, работает живое, насколько это возможно. Ой, даже стоит. Блин, при всём при том, что кажется таким тонким, он это делает. Ну да, ребят, я думаю, что получилось в очередной раз у нас интересная история. Я был рад вот это вот делать, делать. Вот в такой вот китайский сатанский вид. Интересно. Да, локально эту историю можно завершить. Как говорится, пока что. На этом всё. Всем привет и всего. Субтитры подогнал «Симон»